Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике будет сравнение двух материалов, двух вечных врагов. Это ориентированная стружечная плита и фанера. Год назад, когда я снимал ролик про композитную арматуру, я не очень хорошо отозвался о ОСП, занёс её в какой-то чёрный список, даже в группе выкладывал информацию по поводу сравнения вот этих двух материалов. Сегодня же я решил наконец-то всё обобщить, систематизировать, разложить по полочкам и наконец-то разобраться, какой из этих материалов лучше, какой хуже, преимущества и недостатки каждого из них, и где в какой области лучше применять тот или иной материал. Кроме обзора, я провёл свой собственный независимый эксперимент на водостойкость для фанеры, для ОСП и для ДСП. Вы этот эксперимент увидите в середине видео и можете сами составить своё представление о водостойкости того или иного материала. Традиционно я хочу начать с обзора нормативной базы каждого материала. И первые свойства, которые я хочу рассмотреть, это прочность и жёсткость. Именно вот эти вот два свойства являются главным, и они составляют более-менее такую полную картину о материале. На фанеру идёт ГОСТ 391689 года. Там две части. Первая – это если наружные слои шпона у фанеры из лиственных пород, и вторая часть – если из хвойных пород. Я буду брать характеристики из второго ГОСТа для хвойных пород, так как они более низкие. На ОСП идёт ГОСТ 56309 от 2014 года. Первое свойство – это прочность на статический изгиб. Для фанеры, если она ФСФ, то есть на фенолформальдегидном связующем, не ниже 35 мегапаскалей. Если фанера ФК, не ниже 30 мегапаскалей. Для ОСП в зависимости от типа, первый, второй, третий или четвёртый, значение прочности на изгиб примерно от 15 до 30 мегапаскалей. То есть фанера на статический изгиб примерно в полтора раза прочнее, чем ОСП. То есть по этому пункту фанера выигрывает. Следующее свойство – это растяжение вдоль волокон. Опять же, смотрим ГОСТ. Для фанеры ФСФ не ниже 25 мегапаскалей, для фанеры ФК не ниже 20 мегапаскалей. Для ОСП в ГОСТе почему-то нет данного показателя растяжения по рабочему направлению, но я посмотрел американские стандарты по этому материалу. В частности, для ОСП третьего типа, прочность на растяжение по рабочему направлению в районе 10 мегапаскалей. То есть здесь фанера опять выигрывает примерно в 2-2,5 раза. Следующее свойство – это модуль упругости. Но модуль упругости его нет в ГОСТах. Поэтому для фанеры я прибегну к своду правил по деревянным конструкциям. Для фанеры березовой по главному направлению 9000 мегапаскалей, по второстепенному, по слабому направлению 6000 мегапаскалей. Если фанера лиственная, соответственно, 7000 и 5500. Чтобы найти подобный показатель ОСП, опять же пришлось посмотреть различные зарубежные стандарты. Для ОСП по одному стандарту модуль упругости для рабочего направления 5000 мегапаскалей, для второстепенного – 2000 мегапаскалей. По другому источнику – 5500 и 1500. Соответственно, мы опять видим, что по модуле упругости фанера превосходит ОСП примерно в полтора раза. То есть по всем прочностным и жесткостным характеристикам фанера лучше. Но здесь есть один интересный нюанс. Вот те вот характеристики, которые указаны в ГОСТах, они являются нормативными. То есть материал во время испытаний, там вот на заводе, он должен показывать значения ниже тех, которые стоят в ГОСТе. Но конструкции рассчитываются по расчетным значениям, а не по нормативным. И расчетное значение, оно для фанеры, к примеру, оно в районе 16-18 мегапаскалей на изгиб. То есть примерно в два раза ниже, чем нормативное значение. Но у ОСП расчетное значение, вот я предполагаю, вот больше чем уверен, оно будет не в два раза ниже, вот как у фанера, а раза, наверное, в три или в четыре. Потому что материал очень неоднородный. И эта неоднородность, она как раз будет накладывать свой отпечаток именно на расчетное сопротивление. Приведу один такой очень любопытный пример. Вот если взять стальную арматуру и композитную арматуру, обзор на которую был в прошлом году, например, для стальной арматуры класса А500 нормативное значение 500 мегапаскалей, для АСК стеклокомпозитная 800 мегапаскалей. Вот по нормативному значению стеклокомпозитная арматура, она как бы в полтора раза, ну типа прочнее. Но по расчетному значению здесь все наоборот. Расчетное сопротивление для стальной арматуры А500 435 мегапаскалей. А расчетное сопротивление для стеклокомпозитной арматуры, если верить изменению к своду правил по железобетонным конструкциям, то для длительных и для постоянных нагрузок необходимо нормативное значение умножить на 0,3. То есть это будет 240 мегапаскалей. 240 мегапаскалей для композитной и 435 мегапаскалей. То есть в два раза практически композитная арматура имеет расчетное сопротивление ниже, чем у стальной на длительной, на постоянной нагрузке. Хотя по нормативному значению она выигрывает. Поэтому вот эти вот ГОСТовские показатели, даже по ним фанера превосходит ОСП примерно в полтора-два раза. А по расчетным значениям, я думаю, ОСП просядет вообще в глубокую лужу, и там разница будет в 3-4 раза. Следующее свойство, которое я хочу рассмотреть, это водостойкость. Опять же, обратимся к ГОСТам. Для фанеры. Фанера FSF на фенолформальдегидном связующем по водостойкости клеевого соединения является повышенной водостойкостью. Фанера FK является просто водостойкостью. То есть априори вся фанера является водостойкой. Чего не скажешь об ОСП. ОСП по ГОСТу, она идет четырех типов. При этом первый и второй тип, они не являются водостойкими, рекомендуются к применению в каких-то сухих помещениях. ОСП третьего и четвертого типа, ну, является типа водостойкой. Хотя на деле даже самая плохая фанера в этом плане будет лучше, чем самое крутое ОСП. Даже в ГОСТе на ОСП регламентируется степень набухания. Там 10 или 15 процентов, в зависимости от толщины. Но я решил убедиться в этом на собственном опыте и провел свой собственный эксперимент на водостойкость для фанеры и для ОСП. Сейчас я проведу стандартное испытание на водостойкость для различных древесных материалов. У меня имеется березовая фанера, четвертый сорт, самый плохой, и номинальной толщины 12 мм. Далее идет ориентированная стружечная плита третьей категории, типа водостойка номиналом 10 мм. И для разнообразия решил также взять древесно-стружечную плиту номиналом 16 мм. Конечно, для чистоты эксперимента надо было взять плиты одинаковой толщины, но что было в наличии, из того и сделал образцы. В каждой стопке по три образца размерами 10 на 10 см. Два из них будут помещены в ванночку с водой и будут выдержаны в течение 24 часов. Третья пластинка будет служить в качестве контрольного образца для визуальной оценки степени набухания. У меня здесь имеется вот такая вот табличка, куда я уже занес кое-какие параметры. Толщину каждой замачиваемой пластинки я определял в четырех местах с помощью штангенциркуля с точностью до 1,1 мм. Массу определял с помощью бытовых весов с точностью до 1 грамма. Вот интересный момент. Фанера и ОСП показали фактическую толщину меньше номинальной. Так, например, фанера номиналом 12 мм показала 11,2 мм. ОСП номиналом 10 показала 9,3 мм. А вот ДСП меня удивила. Она показала тиков-тикву фактическую толщину как номинал, то есть ровно 16 мм. Далее, после того, как два образца пролежат в воде 24 часа, я их достану, оботру сухой тряпочкой и произведу повторное измерение их толщины и массы. По изменению толщины я определю деформации набухания, а по изменению массы я определю водопоглощение. Именно вот эти два параметра, деформации набухания и водопоглощения, скажут нам о том, насколько материал является водостойким. ДСП после выдерживания в воде. Зазор относительно сухой пластинки примерно 3,5 мм. Это единственный материал, который после замачивания не всплыл на поверхность. То есть плотность замоченной ДСП была больше, чем плотность воды. Масса пластинок увеличилась практически в два раза. Березовая фанера. В среднем пластинки набухли примерно на 1 мм. У СП после выдерживания в воде. В среднем набухание составило 2 мм. Еще одно интересное наблюдение по результатам эксперимента. Фанера и ДСП показали более-менее равномерное набухание. Разница в толщине по точкам плюс-минус 0,2 мм. У СП же напротив показала крайне неравномерное набухание. Разница между минимальной и максимальной толщиной порядка 2 мм. Это очень много. Причем в сухом виде УСП выглядит достаточно ровно. Но поскольку материал крайне неоднороден, то после замачивания вся эта неоднородность вылазит. Я думаю на камеру даже будет видно, как пластины вздуваются такими пузырями. И кроме вздутия здесь можно наблюдать отслоение верхних частиц от материала. Фанера и ДСП в этом плане ведут себя гораздо стабильнее. Никакого расслоения, никакого разрушения на торце, на поверхности пластин мы не видим. Вы сами все видели, здесь комментировать особо нечего. УСП является не водостойким материалом. Вся пошла какими-то буграми, какими-то волнами. Единственное, хочу прокомментировать те значения, которые получились. Набухание в процентах. Для панеры 9%, для УСП третьего типа 21,5%, для ДСП 22%. То есть по набуханию УСП как ДСП. Материалы набухают одинаковые, но фанера вот набухла в два раза меньше. По водопоглощению фанера 35%, УСП 52%, ДСП 86%. Здесь, конечно, УСП лучше, чем ДСП, но хуже, чем фанера. ДСП вообще набрала в себя воды практически столько, сколько сама весит. И утонула на дно ванночки, даже не всплыла на поверхность. Поэтому УСП материал крайне не водостойкий. Гораздо хуже в этом плане, чем березовая фанера. И в этом, кстати, сходится большинство американских каких-то строительных сайтов и порталов. Там они все, как один, твердят, что фанера является более водостойким материалом. И ее рекомендуется применять в тех конструкциях, которые как раз подвержены воздействию воды. Либо высокой влажности. Туда они в первую очередь относят настилы полов и крыши. То есть настилы на крыше, брешетка. Все остальное, там стены, потолок, там возможно применять УСП. Следующее свойство, которое я хотел бы рассмотреть, это стойкость к ударным нагрузкам, к ударным воздействиям. В этом плане фанера, она просто во много раз превосходит УСП. И опять же, поэтому ее рекомендуют больше применять на полы. Где вот там топчатся, пляшут, танцуют, что-то кидают, бросают. Даже взять те же самые боксерские помосты. Там в качестве настила идет фанера. Постараюсь ставить одно очень интересное видео, где, значит, чуваки, вот типа разрушители мифа, провели свой собственный эксперимент. В рамку они закрепили материал сначала УСП, потом фанеру. И стреляют, значит, деревянным бруском из пневмопушки по этому листу. Сначала они стреляют по УСП. Брусок без проблем прошивает данный материал, проходит сквозь него. И далее они стреляют в фанеру. Брусок отскакивает от фанеры, не оставляя никаких видимых повреждений. То есть она работает как щит, как мембрана. Этот такой вот простенький эксперимент, он наглядно показывает высокую стойкость фанеры к ударным нагрузкам. На американских сайтах нашел еще один любопытный факт. В 1992 году во Флориде был ураган Эндрю, который нанес большой ущерб, поломал кучу домов. И после этого какой-то, значит, там Майямский комитет по строительству, он запретил использовать УСП на крышах для их обрешетки. Не знаю, действует ли сейчас этот закон и на какую территорию он распространялся, но в нем есть смысл. В Америке вообще полно различных смерчей, ураганов, которые наносят большой ущерб. Как правило, больше всего страдает именно наружная отделка домов. Это ссадинг и кровельное покрытие. И само собой ущерб восстанавливают страховые компании. И, вероятно, УСП себя не очень хорошо показало на крышах. Наверное, она очень сильно разбухала, данная обрешетка. Были большие повреждения механические. И, возможно, просто листы отрывала из крыши и уносила куда-то в поле. И вот эти ребята, как я предполагаю, сели, подумали и пришли к тому выводу, что, наверное, проще запретить вообще использовать УСП на крышах. И, ну, пускай люди используют фанеру. То есть в этом плане материал более надежен, более стабилен. И уже такого ущерба для домов не будет. И, соответственно, затраты на восстановление жилищного сектора, они будут намного меньше при использовании фанеры либо древесины, чем при использовании УСП. И последний свойств, который я хотел бы рассмотреть, это эмиссия формальдегида в атмосферу. Просто есть очень много людей, которые продвигают, либо рекламируют какой-либо материал, и когда они не находят каких-то разумных доводов в свою защиту, в пользу какого-то конкретного материала, они начинают придумывать мифы, сказочки. И вот как раз одна из возможных сказок для продвижения УСП, что у нее эмиссия меньше, чем у фанеры. На самом деле здесь все не так. Эмиссия у них находится примерно на одном и том же уровне. По ГОСТу на фанеру идет два класса эмиссии. Е1 до 10 мг на 100 г и Е2 до 30 мг. От 10 до 30 мг на 100 г. Для УСП идет там три класса эмиссии. Е05, Е1 и Е2. Где диапазоны примерно те же самые. Мы видим, что практически по всем характеристикам фанера рвет в пух и прах УСП. Возникает резонный вопрос, какие тогда есть плюсы УСП, почему она получила такое большое распространение на Западе. На самом деле у УСП есть два существенных больших плюса, по которым она превосходит фанеру. Первое. УСП стоит существенно дешевле. А поскольку этот материал является чуть ли не основным для каркасного домостроения, им обшивают и снаружи, и внутри дома, и кладут на пол, и на потолок, и на крыши, то вот эта экономия только на одном этом материале 30-40% может дать ощутимый экономический эффект при строительстве всего дома. Следующий большой плюс УСП. Она имеет большую номенклатуру размеров. То есть листы могут идти длиной до 16 футов или до 5 метров включительно. У фанеры, прежде всего в технологическом плане, максимальная длина ограничена 8-10 футов, это примерно 2,5-3 метра. Конечно же, для, опять же, каркасного домостроения гораздо лучше длинные листы, потому что если высокий этаж, его можно перекрыть одним листом, а не делать какой-то стык. То же самое для наружной обшивки стен. Пустил 5-метровый лист, сразу перекрыл пол стены. Меньше стыков, больше жесткость, больше надежность самого здания. Возвращаемся к нашему отечественному рынку. Я не видел каких-то больших листов УСП. Они идут такого же размера, как фанера. Метр 25 на 2,5. Тут, в принципе, самим компаниям невыгодно поставлять какие-то большие листы 3-4-5 метровые, потому что возникнут дополнительные проблемы с доставкой, с хранением и так далее. Поэтому это преимущество, оно у нас, опять же, теряется. Ну, конечно, здесь стоит упомянуть и об экологическом аспекте. При производстве УСП техногенная нагрузка на природу, она гораздо меньше, чем при производстве фанеры. Для фанеры там нужны такие калиброванные бревнышки. Они распариваются там где-то в горячих ваннах. И потом, значит, ножом срезается шпон. Он перекрестно накладывается друг на друга и формируются листы фанеры. Для УСП здесь требование к сырью, оно не такое жесткое, как для фанеры. Поэтому, опять же, экологическая составляющая в этом вопросе присутствует. Также на американских сайтах упоминается такое преимущество УСП. На нем идет сразу разлиновка, как в продольном, так и в поперечном направлении. Это очень удобно для раскроя. То есть не надо брать метр, что-то мерить. Там у них все стандартизировано, есть какие-то свои модули. И вот эту разметку эти линии наносят как раз под нужды каркасных домов. А вообще УСП это материал как раз преимущественно для каркасного строения. Он как раз заточен под данную деятельность. Вот лично мое мнение. Многие у нас называют каркасные дома говном. Я так не считаю. Мне они вполне себе нравятся. Американцы в этом плане молодцы. Они вот сделали целый институт каркаса строения, целую инфраструктуру, которая обслуживает такие дома. Нормальные дома очень быстро возводятся. Стоят относительно недорого. Ну, относительно каких-то других домов. И данная технология позволяет решать жилищный вопрос очень быстро. Это мы тут в России строим крепости из кирпича, из бетона по 10-15 лет. И мучаемся с этим делом. Но есть еще один такой, чисто вот мой субъективный плюс УСП перед фанерой. У нее красивая текстура. Поэтому УСП можно использовать для финишной отделки каких-то складов, гаражей, спортзалов. Она очень выгодно смотрится. Вот эта вот хаотичная деревянная структура, особенно если потом это покрыть лаком, она выглядит очень красиво. Я где-то год назад была шабашка, отделывал беседку УСП и смотрится действительно очень круто. Фанера так смотреться не будет. Поэтому вот именно в плане отделки УСП может использоваться сразу как готовый, то есть отделочный финишный материал для каких-то внутренних помещений. Честно говоря, я не понимаю, когда на рынке появляется какой-то новый материал типа УСП или композитной арматуры. При этом он обладает качествами заведомо хуже, чем у традиционных материалов, но стоит примерно так же, может быть чуть-чуть дешевле. И самое интересное, люди доберут, действительно, наверное, реклама двигает торговлю, приносит какие-то свои результаты. Может быть это эффект новизны, люди хотят попробовать что-то новое, выпендриться перед соседом, пускай он там голову ломает, из чего я буду строить. Если подводить какую-то коротенькую мораль по поводу того, что где лучше использовать, то для конструкции пола и крыши, наверное, стоит отдать предпочтение фанере, поскольку она является более влагостойким материалом и к тому же лучше сопротивляется ударным нагрузкам. Для обшивки стен, снутри и снаружи, для обшивки перегородок, потолка, наверное, стоит отдать выбор УСП. И то только в том случае, если это экономически оправдано, если действительно данный материал на 30-40% стоит дешевле, чем фанера. А само собой для отделки каких-то влажных помещений стоит использовать опять же фанеру. Вот такой вот получился обзор. Все эти доводы, которые я здесь приводил, они подкреплены ссылками на нормативную документацию, на какие-то статьи, на исследования. Всю эту информацию вы можете самостоятельно проверить. Здесь никакого секрета нет. У меня нет цели отрекламировать, продвинуть какой-то материал, унизить другой. А моя задача сделать по возможности именно независимый обзор, по максимуму наполненный именно полезной информацией. Из чего вы будете строить, какой материал вы выберете, это уже ваше дело. Такой вот получился обзор, достаточно длинный. А на этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо, что досмотрели. Пока. Продолжение следует...